Это у нас партнер из Лампса Кистики, Родисоприн, Родисопротеэзисер, Автос. Четвертый примерно век, вы тогда спросили, когда он жевал. И здесь его лесница, чудотворная икона, и он исцеляет онкологических больных. Частица Мащея Фёдора, праведного Фёдора Ушакова. И сегодня, сегодня, гертащат апостолы, από 70 апостолы, Варцоломей и Варнава. Варнава и Варцоломей, сегодня апостолы от 70 празднуют. Варцоломей и Варнава. Икона, икона без рамки, это простая, икона, совершенно бумажная икона, Вознесения. И эту икону без рамки, имеет на своей кроватью преподобный старец Фаисии. Вон там, справа. Икона мы с обнимала его. А, уже Комис, уже земляна? Икона, икона, икона вынесла с маагазинчиком, вот эти иконы. Иконы, да? И неллисс. И вот что. И вот что пчёлки делают. Смотрите. Как они украшают, делают кармизы, делают кармизы на иконах. Сегодня утром принесли вот так по длину. Значит, кто-то купил в лавочке 4-4 дня, как взяли, опустили були эту икону. И вот что пчёлки сделали. А ставили только в окуна, святого, и лицо. И что сделали? И что сделали? За святой пазминь, он просто иконку взяли и тоже опустил були. И пчёлки украсили. И пчёлки украсили. Пчёлки украсили. У меня один знакомый парень, который работает, где собирают мусор. И он мне приносит иконы, которые он находит вывращенные в мусори. Мы, не читаем иконы так, как нужно. А пчёлки? Они больше, он думает, читают эти иконы, чем мы. Добро пожаловать! Вам говорят об этом все святы, которые здесь приветствуют и, конечно, Божья Матерь Косопитра. Можно имена написать, можно приложиться ко всем мощам. Чудотворные иконы. Батюшка Нас Константинов. Патюшка Константинов. Сделает нам омазки. Не забывайте, не забывайте, не забывайте. Надо говорить, братья иконы, которые очень любят пчёлки. Можью Матерь. Аг. Николаев. Кто из вас любит Святого Николая, тогда Святой Николая тоже пчёлком будет. Добро пожаловать! Какая история? Скажу битрес? Нет. Как сделаем? Сначала пройдут, потом расскажут. А мы пойдем. И все, кто будет проходить, посмотрят, что на веночки, которые на кресте, новые цветочки. Сегодня и вчера вышли. Посмотрите, да. Всегда цветут. Никогда не бывает, чтобы не было цветов на этом венке. Всегда. Если снять венок с креста, то перестают цвести эти цветочки. А если вот там, всегда цветут, когда бы мы не пришли. Поехали. Верночь, пацаны. Верночь, пройдите, и ладьте, и ладьте, и ладьте, и ладьте, и ладьте. Отлично. И ладьте, я это покажу. Итак, вы забудете первым, чтобы вы москидить ее? Нет, чтобы вы спрятать ее, и ладьте. И ладьте, и ладьте. Ладьте, есть ладь, по? Расчет. Расчет. Могут, ровно. Не подарок? Не подарок! Не подарок! А если нет? А если нет? А если нет? Нет вам! Ну-ка скажите потом, что вы не успели сказать. Потом скажите, что вы не хотите? Да. Так, давайте послушаем об этой иконе, потому что вы, когда уже дней подойдете, это Божья Матерь Косовитра. Вы только тогда уже увидите, что здесь происходит, и будете знать. И к иконе сюда, и потом уже к батюшке Константину и все мужчины. Итак, это было во время правления венецианцев здесь, и во время этого правления одна семья, где был один ребенок, мальчик, его звали Стефанос. Мать его воспитывала без отца, и бедная была совершенно семья. И потом мальчик иногда по каким-то делам его отправляла мать в город, и вот они жили недалеко в деревне от города Керкера, где мы с вами были утром. И он отправился пешком в этот город, и по дороге он встретил, по дороге он встретил молодых людей, которые были старше его. Ему 14 лет, а он встретил там 18-19 лет, которые между собой разговаривали и говорили о том, что они хотят угнать скот. Степанос их отговаривал. Но потом они расстались, а эти молодые люди угнали скот. А мальчика этого Степаноса видели с ними. И тогда тех не нашли, молодых людей, но арестовали Степаноса, привели, стали спрашивать. Он говорит, я их отговаривал, но я не с ними был, и не знаю, где они. Ему не поверили, и его решили наказать таким страшным образом. Позвали палача, были такие специальные палачи, и ему вырвали глаза инструментами хирургическими. И глаза эти бросили в ведерко с раствором, который там был, специальный. И вот мальчик явился домой к своей матери, вот к несчастной женщине. Он явился домой, его привели, конечно, он не сам явился, без глаз, в таком ужасном состоянии. Мать обезумела от горя, и она взяла своего ребенка и пошла, куда глаза глядят, не знала, куда идти. И вот она пришла в эту деревню, деревня называется Касапитра, это не было городом тогда еще. Касапитра. Она пришла сюда, стучалась в разные дома, уже вечер, никто ее не пустил, и она пришла в этот монастырь, стала проситься переночевать. Но здесь был только сторож, все монахи, настоятели, уехали в другой какой-то монастырь на праздник. И тогда сторож их пожалел, у него не было ключей от кели, и впустил сюда эту женщину с сыном в храм и закрыл их здесь. И вот когда они забыли сном, вдруг Степана говорит своей матери, будет ее и говорит, что погасла лампадка у иконы Божьей Матери. Она говорит, что ты говоришь, дитё моё, ты не можешь видеть, ты не можешь знать. А он говорит ей, я вижу, я знаю, она горела, а сейчас не горит. Тогда она стала стучать в дверь, кричать, сторож пришел, поругал их, я вас пустил в святое место, а вы еще здесь шумите. И она сказала, Стефанос сказал, что лампадка погасла, сторож принес фонарь, но они стали смотреть, лампадка не горит, стали на Стефаноса смотреть, а у него глаза, только у него были карие глаза до этого, и вдруг у него голубые, синие глаза стали. И он говорит, что он видел этот цвет лампадки, и потом он почувствовал, как какая-то такая рука, теплая, прекрасная, легла ему на лицо, вот здесь вы увидите, и почувствовал эти мягкие такие пальчики, которые вошли ему в глазницы. То есть, Божья Матерь создала ему другие глаза. Подняли всю деревню, побежали все в город, пришли, там всех разбудили. Никто не поверил, правитель говорит, где, говорит, этот палач, который, значит, и вырвал глаза. Позвали хирурга, он принес ведерко, а там еще были эти глаза, которые он вырвал. И вот после этого была написана эта икона одним из иконописцев. После этого в 16 веке была написана икона, и место настолько святое, что сюда и пчелки даже свои дары приносят. И все паломники, и все какие только уголки земли сюда приходят и приносят со всех уголков частицы мощей. Например, особое почитание праведного Федора Ушакова. Нигде на Корфу нет частицы мощей праведного Федора Ушакова. Только сюда они пришли вот таким чудесным образом. И это происходит каждый день. Сегодня батюшка у нас очень красивый. Обычно он с каким-нибудь молотком, отверткой и в какой-нибудь это сегодня ну просто для фотографии для нас, я бы сказала. Сначала к ночам, и потом вот так как у Константинов. И здесь вот комнатка кто уже подошел комнатка где так много святых и очень много из России святых. Войдете, подумаете, что вы дома в России. Ну и Ушаков нас встречает, конечно, дома. Пасхальную службу мы здесь проводим. Мы приезжаем сюда. И до утра до утра тут звучит Христос Воскресе, Христос Анести, на русском, на греческом, если есть еще какие-то другие языки, то есть в других языках. И таким образом вот самая любимая пасхальная служба у нас именно здесь, в этом храме. здесь. И вот батюшка один. Он 27, по-моему, лет, как получил послушание, прийти со святой горы Афон и здесь восстанавливать монастырь. то есть монастырь был закрыт, заброшен, и он пришел сюда и восстанавливает. Но, конечно, он восстанавливает не один. Если ему пчелки помогают, то и люди тоже. подождите. Подходите к мощам, вот там подошли. Подходите к мощам и к батюшке, батюшка, стоит. 8. Затем 2. Затем 2. Затем 2. Затем 3. 5. Затем Затем 10. 10.